Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Марина Африкантова рассказала о своем участии в конкурсе «Увековечь своего мужчину». Я разрисовала баллончиками барную стойку, нарисовала нас с Андреем. В конкурсе «Свадьба на миллион» по-прежнему лидируют Женя Кузин и Саша Артемова. У них более 35% голосов. Как вы помните, Лиза Полыгалова с Никитой Кузнецовым проводят время вместе и устраивают свидание. В последний раз они организовали экстремальное катание на доске, которое было привязано к гидроциклу. Большинство фанатов телепроекта считают, что ребята смотрятся вместе очень даже хорошо. А на поляне заселились Сергей Захарьяш и Лилия Четрару. Они заняли бывший дом Тата Абрамсон и Валера Блеменкранца. В честь заселения ребята устроили на поляне вечеринку. Правда, в долговечность новые пары никто не верит. Саша Гозиас очень креативно подошла к очередному заданию конкурса «Свадьба на миллион». Чтобы увековечить свою вторую половинку, она обратила взор на его главное достоинство. Она решила сделать слепок с причиндалов кости и едва не оставила его без потомства. Гозиас не смогла снять застывшую массу и решила воспользоваться ножницами. В итоге все обошлось, но Костя сильно переживал из-за этого. Ходят слухи, что Ирина Пинчук во время отдыха в Индии получила предложение руки и сердца от своего молодого человека. Правда, сама Пинчук в перископе на вопрос о свадьбе просто отшутилась. Так что свадьба пока под вопросом. Надежда Ермакова представила зрителям нового проектного психолога Анну Сухову. «Удивительная девушка Аня. Мега-позитивный человек». Подписчики спрашивают Женю Феофилактову о цели ее визита в город Грозный. Вот что она ответила. «Вы знаете, что у меня есть бутик, и мне интересна сфера производства и пошива качественной и красивой одежды, особенно платьев». Жена Кадырова сделала Жене роскошный подарок – флешку из золота, инкрустированную бриллиантами. «Это для меня большая честь», – написала Феофилактова. Подписчики Жени считают, что она выбрала хорошее направление. В Чечне много состоятельных людей, и если она откроет бутик мусульманской одежды, то деньги польются к ней рекой. Ольга Бузова снова возвращается на театральную сцену. Она приглашает всех на спектакль со своим участием под названием «Мужчина на расхват». Глеб и Оля Жемчуковы находятся в хороших дружеских отношениях. Глеб рассказал о встрече с ней. «Мы вместе пообедали. Какое-то время еще жена, но навсегда мама моего любимого сына. Поэтому только спасибо, только благодарность». Элина Камерен рассказала о встрече своей дочери со своим отцом Сашей Задойновым. «В воскресенье к нам приехал папа Александр и соскучился. Приезжает Саша один раз в месяц, когда путь в Москву лежит. Про работу не говорит, выглядит хорошо, следит за весом». В сети ходят слухи о том, что Дмитрий Тарасов уже продал машину Ольге Бузовой, которую он дарил ей, но потом отобрал при расставании. Он принял такое решение, чтобы машина не напоминала ему о браке с Ольгой. Новый владелец машины написал «То чувство, когда после развода отжали тачку и продали. Бузова допрыгалась». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.